Эх вы, друзья, эх вы! Хочется вспомнить всех тех людей, которые так понадеялись на победу команды Реал Мадрид. Но Реал подвел. Подвел очень многих наших слушателей. Во-первых, потому что проиграл Севилье. А во-вторых, потому что практически все люди, которые на прошлой неделе дозванивались в большой футбол, ставили и прогнозировали победу Реала. Значит, они не выиграли по 10 тысяч драм, зато, друзья, можете выиграть вы. Если прямо сейчас дозвонитесь к нам в прямой эфир по номеру 091-76-1007, составите свой прогноз уже совершенно на другую игру. Не на Реал, не на Севилье Реал, а на Швецию Дании. Если вы угадаете, то 10 тысяч драм будет ваше. Благодаря, во-первых, Радио Авроре. И, конечно же, мы не забываем, что официальным букмейкером большого футбола на Авроре является Тото Гейминг. Тут, между прочим, на сайте тотогейминга.ем есть много разных акций. Но пока мой коллега Гога Казарян, я думаю, точнее, для того, чтобы он не заснул, пока я тут ору, я для начала поздоровлюсь и с ним, и, конечно, вам напомню, друзья, еще раз номер телефона. Хотя, может быть, Гога мне поможет. Гога, 091. Да, на самом деле у меня уже в сон. Ты тоже расстроился из Реала? Нет, я вот хочу сказать, что словами я же говорил, моих чувств не передать сейчас. Я же говорил. Между прочим, даже я говорила в понедельник. Вот так вот. Ты молодец. Ты прогрессируешь, кстати. Ты очень хорошо уже разбираешься в футболе. Ты даже более того... Ну, мы стараемся, мы занимаемся, мы читаем, мы смотрим. Друзья, а если вы разбираетесь лучше меня или даже не лучше, даже если вы вообще не интересуетесь футболом, то все равно можете поучаствовать в нашей игре, выиграть 10 тысяч драм, а еще можете зайти на сайт otogaming.am и выиграть, например... Вот, например, можете выиграть iPad Air 2, потому что... Это в блоте, да, который? Да, и если вы хорошо играете в блот, даже если не хорошо, но вы можете поучаствовать в турнире, и там целых 10 iPad Air 2. Если наберете 1000 очков, то, в общем, один из этих iPad ваш. А еще номер телефона. Звоним сюда, друзья, обсуждаем Швеция, Даня, Гоги! Гоги, я помню, что... Да, ты не хочешь поговорить про так впечатлившую у тебя травму Рамоса? Я вообще хочу, это действительно травма впечатлила, потому что, во-первых, ну человек забил, причем очень эффектно. Очень так прям, вот как это у вас называется, этот трюк такой крутой? Ножницами, ножницами у нас называется, да. Но это очень-очень красиво и эффектно. Но это очень красиво и опасно, можно шею свернуть. Ну он себе там что-то с плечом сделал, да? Ну вывихнул, скорее всего, да. Но пока новости есть вообще по нему, как там? Нет, травмировал. Это единственная новость. Друзья, я бы просто еще хотела... Я просто не могу найти там нужное подходящее слово. Вспомнить все же я хочу тех людей, которые поучаствовали у нас в большом футболе, поставив на Реал Мадрид. Они заслужили того, чтобы мы их вспомнили, но не заслужили 10 тысяч драм, к сожалению. Итак, это, конечно же, Тигран. Это Вреш, Александр тоже прогнозировал у нас победу Реала. И Араик. Все эти люди на прошлой неделе поучаствовали в большом футболе, но, к сожалению, мы с ними не увидимся. Хотя вы, конечно, можете к нам зайти. И тем не менее, зайти за своим подарком и за своим выигрышем смогут только те люди, которые в большом футболе выиграют. Гога? Да. Гог. А я еще вообще сегодня почитала, несмотря на то, что вчера были интересные игры, да? Очень интересные. Вчера Генрих наш играл. Генрюха там что-то не забил, да? Ты жаловался с игрой. Ну, там вратарь спас, на самом деле. Вратарь очень хорошо сыграл. Там реально не было возможности. Была очень короткая дистанция была. И он хорошо пробил, все сделал правильно, но вратарь спас там. Я еще раз напомню номер телефона 091-76-1007. И знаешь, о чем с тобой хотел поговорить? Вообще, что вспомнить? Генрюха-то это все прекрасно, мы за него не переживаем, потому что, ну, парень играет реально круто. И, наверное, у него еще все впереди. Правда ведь? Да. А вот что ты скажешь... Напиши свои формы. А что ты скажешь про Озбелиса и Мовсисяна? Вот я вычитала с утра, что... Ну, засиделись они в Спартаке, Люси. Да, ну вот их и продают. Вот зимой они вроде как падают в Спартаке. Хорошо, им давно надо было уходить, еще летом надо было уходить, если честно. Мовсисян так вообще там испортился. Разленился немножко, травму получил. Нет, он не такой человек, чтобы разлениться. Все-таки надо помнить, что он американской закалки, знаешь, там надо все-таки пахать. Поэтому я не думаю, что он разленился. Просто, ну, Спартак изначально был не его командой, мне кажется. Алло! Да. Алло, здрасте, как вас зовут? Здрасте, Сергей. Сергей, а вы вообще являетесь болельщиком Спартака? Какого Спартака? Московского. Московского. Да, клуба Спартак, которым играет наш Узбилис и Юра Мовсисян. А вы про гладиатора подумали? Нет, 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 нет. Не являетесь. Не являетесь. Ну, тогда для начала оставьте номер телефона, а потом узнаем мы, чьим поклонником вы все-таки являетесь. Хорошо. Итак... Ага. 641. 641. И еще раз, 641. Все. Знаешь, я не думаю, что сейчас кто-то признается, что он болельщик Реала. Почему? Ну, не знаю, у меня такое чувство. Сергей. Вы болельщик Реала, Сергей? Нет, нет, нет. Слава. Видишь? Он разно играет, значит, я не болельщик. Ой, я жму вам руку! Сережа! А ты что противно-но-но-но-но? Ну, мне тоже он не нравится. Почему? Ну, вот потому, что вот он такой вообще не нравится. Такомерный такой. Да. Плохой мальчик. Плохой мальчик. Давайте забудем и отложим все это в сторону. Он хороший спортсмен, хороший футболист. А я с этим не спорю. Но Реал... Сергей. Сергей, ну, я смотрю, вы хорошо, неплохо в футболе разбираетесь, раз Рональдо не любите. Раз Рональдо знаете. А за кого вы вообще болеете? Я за Барселону, за Месси болею. Барса. Кстати, вы видели, вот, когда Рамос гол забил, там футболка появилась с номером 10 на трибунах Месси, Реаловская футболка с номером 10. То есть поклонников у этого футболиста, они везде суются. Нет, я так понял, что они, как бы, таким образом призывают купить Месси. А, купить? Да, так а ты что подумала? Футболка Реала, а там написано Месси, десятый номер. Сергей, что вы думаете? Вот если, например, Месси перейдет в Реал, поговаривают, что Рональдо тоже куда-нибудь там свалит. Вы теперь будете болеть за Реал? Я не думаю, что он перейдет, конечно, в Реал, но если да, то да. Если да, то да? То есть вы персональный болельщик Месси? Месси, но если там Рональдо будет играть, когда Месси тоже будет играть, я не буду смотреть. Я принципиально не буду, вообще, все. Это очень принципиальная позиция, это мне нравится. Сергей, ну я думаю, что такого не случится, потому что они все-таки соперники и должны, ну по логике вещей, должны играть в разных клубах. А ты представь, как они друг у друга мяч будут отговорить. А вы представляете, если они поменяются просто тупо местами? Месси пойдет в Реал, а Рональдо в Барсу. Ну, поклонники будут в растерянности, знаете, в шоке. Ну, кстати, есть такой случай, когда Фигу из Барселоны ушел в Реал. Тогда было очень шумно, тогда прям вот стадион не останавливался, свистел во время игры, когда Фигу играл, когда мяч к нему приходил. Ну, вообще, это, наверное, очень тяжело так переходить. Как из Интера в Ювентус, например, да, вот из таких вот принципиальных соперников. Из Барселоны в Реал практически нет таких переходов, не бывает. Сергей, ну, если для вас враг это номер один, это Реал, то на их игру мы ставили и вообще прогнозировали только на прошлой неделе. А сегодня мы с вами обсуждаем игру Швеция-Дания. И на сайте Toto Gaming, конечно же, есть коэффициенты. Мы вам их непременно сейчас озвучим. Может, поможет, помогут вам. Итак, на победу Швеции коэффициент 2,25. На ничью в матче Швеция-Дания коэффициент 3,1. И на победу Дании 3,25. Что вам это говорит? Вот Toto Gaming подсказывает. Если честно, я бы на победу Дании удал бы 10 вообще. Не 3,25. 10? Вы настолько прям не верите. Нет, ну, нереально. Швеция у него дома, и Дания не в форме сейчас. Так что Швеция однозначно выиграет. Ну, еще и Ибрагимович хочет очень попасть на Евро. Да не только, но там же... Нет, нет. Выиграет это однозначно. Я не думаю, почему такие коэффициенты, конечно. Я не знаю, может, кто-то не играет там из серьезных игроков. Это, я думаю, что будет ясно уже на этой неделе в любом случае. На самом деле, просто на такие матчи, которые вот такие вот плей-оффные, да, из одной игры, такие коэффициенты не могут быть с такой разницей большой. Потому что, в принципе, Дания неплохая команда. Швеция, да, играет у себя дома, но команды равные. И потом каждый из них хочет попасть на Евро. Небольшое преимущество кто-то дает Швеции за счет того, что Швеция играет дома. Ясно. Сергей, итак, ваш прогноз – это победа Швеции. Если он подтвердится, тогда вы выиграете на Авроре 10 тысяч драм, но, к сожалению, мы о вас ничего не знаем. И если вы придете, мы вас даже не узнаем. Может, вы расскажете немножечко хотя бы? Вот где вы сейчас? Ну, я сейчас... Ну, Роговите. Я из Довитяшина. А что вы в Нороговите делаете? Ну, если честно, пришел тут мясо покупать. Ой, какой-то у вас там какой-то случай будет, да? Праздник какой-то? Да, да. Нороговит, там еще веники продают, и жавели спирт. Жавели спирт! Молодец, видишь, знает все. Так, подождите, но... Мы с автоклассниками собираемся сегодня. Ух ты, классно! Да, 23 года, вот не виделись. Мы все приехали оттуда, отсюда. Погодите, а вы здесь какую школу заканчивали? Я русскую, 171, в Баване, среднюю. 171-я школа. Ну, вам большие приветы, особенно выпускникам какого года получается? 90-го. 90-го? Ух ты, да. Я в 89-м только в школу пошел. В 89-м, а я в 80... Нет, в 91-м, кажется. Не прыгай, не прыгай. Нет, совсем не старый, совсем-совсем не старый. Очень даже приятный, между прочим. Вы скажите, сколько у вас человек сегодня соберется? Ну, человек 12, я знаю. И вот все прям приехали из-за границы ради одного дня? Да, да. Да, да. Ой, здорово. Я вот не знаю, слушают ли они Аврору, дай бог, чтобы сейчас слушали. Тогда и вас узнают, Сереж, и наверняка будут за вас болеть. В общем, мы всей Авророй за вас болеем, и в данном случае будем болеть и за Швецию. Да. Спасибо вам огромное, Сергей. Очень-очень вам веселого вечера. Я думаю, что сегодня вы будете обмениваться всякими байками, и будете вспоминать ваши школьные времена. Это, знаете, очень приятно. Я сама, я прям завидую вам. Удачи вам, удачных покупок. Тогда хорошее мясо, я надеюсь, у нас еще есть. Гоги. Гоги, а мы с тобой, наверное, подытожим. Итак, сегодня и сегодняшний день. Меня, кстати, как-то спросили, почему Люся тебя в эфире называет Гоги? В смысле? А что ты ответил? Не знаю. Тут я не знаю даже, что ответить. В общем, друзья, вы можете называть его как хотите, впрочем, как и меня. Самое главное еще, что вы можете выиграть, например, на сайте totogaming.am не только iPad, но и получить бесплатно бонус в размере тысячи драм. Вы вот такой подарочек от Totogaming можете получить, если просто зарегистрируетесь как новый пользователь. Если, конечно, вы еще не успели этого сделать до этой самой минуты. На этом про футбол пока все, друзья. С вами был Гога Казарян. Даже не Гоги. И я, Люси Любимова. Да, мы еще вернемся с разными новостями. И, кстати, что касается наших новостей, то Давида Ахабекяна уже в следующем часу заменит еще одна наша коллега, Лидита Ахаджаняна. Она вам все самое свежее, интересное. Расскажет на Волнах100.7.fm и, конечно, на RadioAvrora.am. Именно там у нас визуальное радио. Заходите, смотрите, оценивайте. Слушай и смотри «Большой футбол» на Radio Aurora.